Любое книжное мероприятие, которое начинается с инцидента, сопряженного с риском для жизни, непременно следует отменить. Этот урок я накрепко усвоил несколько лет назад, когда по какой-то необъяснимой причине согласился провести встречу с читателями в книжной лавке одного маленького арканзасского городка. Чтобы туда добраться, мне сперва пришлось долететь до Мемфиса на крохотном винтовом самолетике местных авиалиний, в общем-то не предназначенном для полетов на малой высоте в сильную грозу. Из-за жуткой болтанки наушники плеера вывалились у меня из ушей как раз в тот момент, когда необъятных размеров толстуха в соседнем кресле во все горло начала распевать библейские псалмы. Полет был таким отвратительным, что после жесткой, но долгожданной посадки пилот не успокоился, пока не принес личных извинений каждому из пассажиров. Вместо того, чтобы прямиком двинуть в ближайший бар, я как последний идиот взял на прокат машину и в самый дождь потащился на ней в книжный магазин. Этот этап путешествия тоже не обошелся без сюрприза. Здоровенный тягач с прицепом примерно с милю полус впереди меня. Потом опрокинулся и успешно перегородил трассу в обоих направлениях. В эту минуту любой здравомыслящий человек уже смекнул бы, что Господь посылает ему предостережение. Я же вознамерился продавать книги. На приличной скорости я беспечно съехал с шоссе, обогнул покореженный тягач и покатил вперед наперекор дряной погоде. Здесь я должен сделать отступление и упомянуть одну важную вещь, которой я легкомысленно не придал значения за несколько месяцев до этого. После того, как я согласился включить Арканзас в маршрут своего тура, меня со всей серьезностью спросили, не хочу ли я быть почетным судьей в популярном местном конкурсе на лучший рецепт соуса чили. Конкурс этот по счастливому совпадению будет проходить как раз в день моего приезда в городском торговом центре, там же, где находится книжная лавка. Я ответил отказом, заслабшись на проблемы с желудком. Оглядываясь назад, я понимаю, что просто обязан был смотреть в этом перченом приглашении дурной знак и немедленно отменить встречу. Отыскав, наконец, книжный магазин, я обнаружил, что в нем стоит тишина, будто в морге, и примерно так же, как в этом заведении отсутствует всякая жизнь. Я предпочел объяснить это проливным дождем и явными признаками надвигающегося урагана, а вовсе не недостатком интереса к моим произведениям. Хозяйка магазина, миловидная и любезная женщина, заверила меня, что поклонники моего творчества толпами повалят в лавку, как только позволит погода. Я убивал время, а оно тянется в Арканзасе страшно медленно, можете мне поверить. Болтая с продавцами, один из которых обмолвился, что одновременно с моим выступлением запланирован не только кулинарный конкурс, но и ежегодный футбольный матч между университетскими командами двух штатов, арканзасскими полосатиками и, если не ошибаюсь, пронырами из Оклахомы. Короткая прогулка по торговому центру подтвердила печальный факт. Чуть ли не каждый посетитель был вооружен плошкой с соусом чили и портативным радиоприемником, настроенным на трансляцию матча. Предполагалось, что в перерыве после первого тайма репортер местной радиостанции возьмет у меня интервью, но его, очевидно, так увлекла игра, что он об этом позабыл. Я поплелся обратно в книжную лавку и принялся терпеливо ждать, пока кто-нибудь, ну хоть один человек, зайдет с парадного входа. В конце концов, хозяйка магазинчика предложила мне воспользоваться затишьем и оставить автограф на одном из складных деревянных стульев, расставленных для ожидаемой толпы моих поклонников. За годы своей писательской карьеры мне доводилось расписываться на постерах, фотографиях поклонников, автомобильных наклейках и даже на груди молодой женщины, однако меня еще ни разу не просили подписать дешевую садовую мебель. Хозяйка пояснила, что в ее магазине так заведено и в подтверждение своих слов продемонстрировала мне составленные в ряд стулья с автографами приезжавших писателей, самым знаменитым из которых оказался Джон Гришем. Я, естественно, тут же вытащил ручку и поставил размашистую подпись. Дождь постепенно утих, но никто так и не пришел послушать, как я читаю отрывки из своих произведений. Я, соответственно, и не читал, а просто сидел сложа руки, когда последние тягостные минуты были уже на исходе. Я презентовал по одному экземпляру моего романа всем продавцам в магазине, которые в тот день гораздо охотнее поболели бы за свою футбольную команду, а также парочке родственников, хозяйки. Они оказались настолько добры, что заглянули в лавку и притворились посетители. Бесцеремонно отправив свежеподписанный мной стул кучу к остальным, владелица магазина сообщила, что очень расстроена низкой явкой и изобразила на лице полное неудоумение. На дорогу она преподнесла мне горячую чашку домашнего соуса чили. С учтивостью, стоившей мне больших страданий, я отказался.